Здравствуйте! Сегодня много работы. Зацепим руль на вынос и похулиганим с штырем вилки. Начнем сразу с вилки, о которой я уже рассказывал в прошлом выпуске. Мы не будем строить башню из спейсеров, просто отрежем ненужную часть. В зависимости от рамы, для начала стоит определиться с оптимальной позицией для педалирования. Об этом будет отдельное видео, не потому что сейчас мне лень, а потому что при собранном велосипеде будет нагляднее. Итак, после определения позиции для педалирования, седло и подседельный штырь уже не двигаем, остается поиграть только с выносим рулем. Примеряем вынос в различных позициях на руле, и если даже при позиции на монетках изгиб спины не доставляет дискомфорта, то вот она, более или менее подходящая длина штыря вилки. Можно резать. Стоп! Более или менее. Что это значит? К сожалению, кроме вас самих, и только после нескольких сотен километров, никто не сможет с уверенностью сказать, что решение отрезать кусок карбона или алюминия было более или менее правильно. Можно использовать в качестве ориентира другой велосипед, который был вам удобен. Для этого достаточно измерить расстояние от кончика седла до центра места крепления выноса с рулем, и спроецировать его на новый проект. Можно воспользоваться одним из калькуляторов фильтров в интернете, чтобы определить примерное расстояние. Однако разнобой значений слишком большой, чтобы, поставив руку под топор или вилку под пилу, и сказать, что да, это моя длина. Лучшим решением, на мой взгляд, данной ситуации является установка выноса в позиции более-менее. Лишний кусок штыря можно закрыть спейсерами и покататься так некоторое время, особенно на дальней дистанции, 100 км минимум. И если при этом вас не будут мучить характерные боли при слишком вытянутой позиции, как, например, боли в спине, в локтях от напряжения в плечевом комплексе, то можно снимать спейсеры, разбирать вилку и резать на оптимальной длине штырь. Это не только экономия веса, но и делает общий вид велосипеда более гармоничным. Итак, я нашел свой оптимум, буду резать в домашних условиях, никому не советую повторять. Риск в моем случае оправдан тем, что специальный аппарат с пилами, он стоит больше, чем я отдал за вилку. Поход велосипедный, опыт, все-таки для меня дороже. Тем более, вам интереснее на это будет посмотреть. Ну, тут без комментариев. Далее расскажу немного о выносе рули. Сначала приобрел этот руль от 3Т, модели Rotunda Pro из алюминия. Как известно, профи на Tour de France также выбирают решение на алюминий, причин и безопасность. К форме руля стоит добавить, что этот вопрос сугубо индивидуальный, решается не за одну пробную поездку в магазине. Однако, и такие поездки могут дать вам ориентир, какая форма руля более приемлема, классическая, анатомическая, либо эргономическая. Однако, не все так плохо. Это вопрос в основном удобства. И в любительском сегменте не стоит ломать голову об этом. Пару пробных поездок, конечно, полезны перед конечной покупкой. Длина выноса тоже вопрос индивидуальный. Кто-то говорит, что с коротким выносом ему очень даже комфортно, кто-то уверен, что это отрицательно влияет на поведение руля. Оно становится более нервозным. Стоит отметить, что если вынос руля нужно покупать совсем короткий или наоборот длинный, то что-то не так с размером рамы или геометрией рамы. По личному опыту я могу сказать, что оптимальный подобранный размер рамы требует выносов в диапазоне длин от 90 до максимума 120 мм. Из велоспорта сделали науку. Оно так и есть, конечно, но не стоит стремиться к несуществующему перфекционизму. Прогресс не стоит на месте. И тем более в таком инновационном, с технической точки зрения, спорте, как велоспорт. Даже в футболе каждый год выдумывают новые бутсы, и каждый год люди реально восхваляют их. В велоспорте гораздо больше инноваций, но мало изменений. Полезно развивать гибкость тела. Так легче подстроиться к различным комбинациям рамы, выноса и так далее. Благодарю вас за просмотр. Следующий выпуск, наверное, станет последним. Потом будет общая обзор велосипеда. На этом пока.